МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас ледниковый период. Как Украина готовится к отопительному сезону? В Херсонской области температура в квартирах 6-7 градусов. Ночью. С электроэнергией у них тоже проблема. То есть Украина стоит перед страшной зимой фактически. И катастрофой. Газовые страдания. Как нафтогаз президента Украины обманул? Ну, можно сказать, что одна из отличительных характеристик украинской политики – это постоянная врань. Причем глупая. Холодные войны Владимира Зеленского. Кому и зачем понадобилось устраивать новую провокацию на линии соприкосновения в Донбассе? Конечно, он сейчас пытается сделать из себя диктатора. Конечно, он сейчас пытается показать, что он все решает на Украине. На Украине разворачивается настоящая катастрофа – коммунальная. Объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, детские сады остались без отопления. Температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов. Представители общественных организаций бьют тревогу. Садики по Киеву без отопления. Родители приносят обогреватель. Теперь представим себе ситуацию. Есть одна воспитательница, одна нянечка. У нее 10-15 детей. Ну, пускай 5 будет детей в группе. Один человек должен постоянно следить за всеми детьми, чтобы ни один ребенок не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель. И это в Киеве, в столице. В регионах гораздо хуже. Школьники сидят на уроках в свитерах и куртках. Учеба в такой ситуации отходит на второй план. Очень холодно. Сидеть в куртке некрасиво и некомфортно. Но все равно, в первую очередь, больше думаешь о том, чтобы было тепло. Если повезет и на улице светит солнце, то мы открываем шторм. И солнечные лучи нагревают наш класс. Местные власти досрочно отправляют детей на осенние каникулы. Это позволит бюджету сэкономить на отоплении как минимум 2 миллиона гривен. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто утромился? Так, решение принято. А вот что делать с обитателями дома престарелых в тех же Черкассах? Старикам идти просто некуда. Не топить нельзя. Мы же старые люди. Мы холода боимся очень. Видите, как я одета? Директор социального учреждения только разводит руками. Рассчитывать приходится исключительно на собственные силы. Мы им включали тепловые вентиляторы, наливали грелки, складывали в постель бутылки с горячей водой, чтобы им было теплее. А это уже Кременчук. Среднесуточная температура воздуха здесь давно уже не поднимается выше 8 градусов тепла. Но батареи в домах по-прежнему холодные. Местные жители пока еще храбрятся. Будем утепляться своими силами. На улице пока не такая холодная погода. Поэтому пока так. А вот еще одна шокирующая примета времени. Люди боятся включения отопления. И даже находят положительные стороны в его отсутствии. Все дело в ценах за коммуналку. Придет отапливаемый сезон. Если придут большие платежки, то мы не сможем платить. Поэтому лучше подождать немножко. Регионы страны один за другим объявляют режим чрезвычайной ситуации. ЧАЭС уже введена в Закарпатской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Чернигове и Ивано-Франковске. И это только начало. В Херсонской области температура в квартирах это 6-7 градусов ночью. С электроэнергией у них тоже проблемы. То есть Украина стоит перед страшной зимой фактически. И катастрофой. Но что же случилось? Ведь еще несколько дней назад премьер-министр Украины со всей ответственностью заявлял, никаких проблем с отоплением нет и не предвидится. У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов кубометров газа. Этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%. Однако бравурные заявления главы правительства чем дальше, тем очевиднее расходятся с реальностью. Ну, вы знаете, наши власти только могут разговаривать и больше ничего. А в данный момент они вообще не готовы ни к чему. Потому что деньги на инфраструктуру жилищно-коммунальных услуг никто не тратил. Во-вторых, действительно на сегодняшний день 9 миллиардов не хватает газа. С газом ситуация просто поразительная. Да, в хранилищах до 19 миллиардов кубометров, о которых заявлял Шмыгаль. Вот только Украине принадлежит из них едва ли половина. А остальное – это собственность зарубежных компаний, которые уже начали откачку газа с территории Незалежной. Ну и кого же хотят обмануть киевские власти? Можно сказать, что одна из отличительных характеристик украинской политики – это постоянное вранье. Причем глупое, изобличительное вранье, самое изобличительное. Потому что они говорят, и тут же становится понятно, что они соврали. Но руководителей страны уже не остановить. Теперь с победными реляциями выступает президент. Он нашел способ подать тепло в школы и больницы. На сегодняшнем заседании между правительством страны, нафтогазом и региональными администрациями будет подписан меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа. Нет, на бумаге все выглядит гладко. Для населения устанавливается льготный тариф – чуть больше 7 гривен за кубометр природного газа. Для бюджетных учреждений – около 14. Вот только благие намерения опять расходятся с суровой действительностью. Возмущена даже Юлия Тимошенко. В меморандуме записали – газ для детских садов и больниц будет стоить 13 гривен за кубометр. Это в 13 раз дороже себестоимости добычи нашего газа. Но и по 13 гривен его не существует. По 47 гривен предлагают его детским садам, школам и больницам. Да, на современной Украине газ бюджетникам предлагают по цене в 47 раз выше себестоимости. Как такое может быть? Что касается НАК «Нафтогаза», то он давным-давно контролируется Соединенными Штатами. Поэтому в данный момент МВФ, навязывая новую цену, понимая, что сегодня надо закупать на рынке этот газ. Но украинский бюджет не вытягивает. «Нафтогаз Украины», согласно достигнутым договоренностям, должен продавать населению и бюджетным организациям топливо по льготным тарифам. Должен, но, как выясняется, вовсе не обязан. Компания подумала и просто не вышла на рынок с той ценой, которая прописана в меморандуме Зеленского. В результате регионам приходится выбирать, закупать газ по рыночной цене в 47 гривен или не закупать вовсе и сидеть без отопления. Ничто им не мешало, на самом деле, заранее зафорхтовать необходимые объемы газа, договориться о нормальной цене, тем более, что это есть. Медведчук пару лет назад приезжал сюда, в Москву, договаривался о льготной цене для Украины на газ. Что мы видим сегодня? Ни газа, ни нормального отношения к тому же Медведчуку, который ратует о судьбах украинского народа. Вместо этого мы видим веерное отключение по электросетям, вместо этого мы видим недостающий объем газа. Вот и получается, готовность к отопительному сезону у правительства одна, а на местах совершенно другая. Президент Украины соглашение подписывает, тарифы назначает, но Нафтогаз, государственная на секундочку компания, все равно поступает по-своему. Да, официальный Киев полностью утратил контроль за хозяйственной деятельностью внутри страны. У Украины это нормальная ситуация, у власти были другие, гораздо более важные задачи. Борьба с российской агрессией, борьба против Северного потока-2, распределение внутренних бюджетных потоков. В общем, такие вещи, как обеспечение населения теплом, электричеством, едой, им это как бы не особо важно, это не задача стекущей Украины. Вот и сейчас, в самый разгар коммунального кризиса, лидер Незалежный собирается в дорогу. Но едет не в проблемные замерзающие регионы, а в Донбасс, прямо на линию соприкосновения. Это просто попытка избежать столкновения с радикалами, которые в день украинской повстанческой армии устраивают нацистские факельные шествия в Киеве, сжигают, показательно сжигают чучело Зеленского. Он сбежал из столицы на передовую, чтобы он говорил, я ваш, ребята, я буржуинский. И помните, как это «Мальчиш плохий»? Да, в сказке про мальчиша Кибальчиша. То есть он просто сбежал на передовую, чтобы не попасть под раздачу в столице. А дальше все по многократно отработанному сценарию. В камуфляже, в бронежилете и в каске. Зеленский в роли верховного главнокомандующего прогуливается по передовой, спускается в окопы. Одним словом, командует. Руководит всем происходящим. А вот господин президент решает воодушевить бойцов пламенной речью. Правда, немножко перебарщивает. И не всем удается понять смысл его пространной речи. Не все защитники Украины являются мужчинами. И не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают. И не все, кто ее защищает, являются украинцами. Конечно, он сейчас пытается сделать из себя диктатора. Конечно, он сейчас пытается показать, что он все решает на Украине. Или он все хочет решать на Украине. Но пока, в общем-то, ручонки коротки. Все это могло бы выглядеть просто странным. Если бы на фоне поездки президента в Донбасс в регионе не разворачивались бы события поистине драматичные. Сегодня, 13 октября, при проведении работ на участке разведения номер 2, «Первомое золотое», при полученных гарантиях безопасности, при выполнении всех мер, произошел беспрецедентный случай. Был захвачен наблюдатель СКК. Да, украинская диверсионная группа средь бела дня похитила на линии разграничения сотрудника Центра по контролю и прекращению огня. И это не случайность, а спланированная и хорошо подготовленная провокация. Во время проведения работ со стороны ВСУ прозвучали выстрелы в сторону работающего персонала. После чего прекратили работы и начали эвакуировать людей. В момент эвакуации офицера, наблюдателя СКК, под дулом автомата увели вооруженные силы Украины. Юрий Козуб. Наблюдатель представительства ЛНР в СКК. И это очень серьезно. Это подрыв самой базы переговорного процесса на юго-востоке Украины. О чем можно говорить, если Киев похищает официального представителя СКК, Центра, созданного именно в ходе переговоров, между прочим, в соответствии с минскими соглашениями. Очень странную позицию заняла специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в регионе. СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Она получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований уже после указанного события. В соответствии с методологией отчетности, неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты миссии. Из официального заявления СММ ОБСЕ на Украине. Такая позиция западных наблюдателей уж точно не способствует деэскалации. А между тем, ЛНР уже прервала все контакты с украинской стороной в СКК, отозвала гарантии безопасности Киеву на проведение работ на линии разграничения. И вот что поразительно. Похищение произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита Нормандской четверки, а также заверений спецпредставителя госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения минских соглашений. Но зачем тогда Киеву эта провокация? То, как реагирует на это украинская власть, говорит о том, что это была акция спланированная, что эта акция является очередным эпизодом, провокационным эпизодом для того, чтобы заставить ополчение проявить какой-то акт возмездия, который будет выдавать за агрессию и нападение. И подобные вещи, я думаю, скорее всего будут только усугубляться и увеличиваться количество таких эпизодов, потому что Киеву нужна война. Со стороны украинских политиков уже посыпались заявления о возможном начале военных действий. Причем сразу с Россией. Все это говорится публично на всю страну, в том числе и ближайшими соратниками Владимира Зеленского. Что касается планов современного военно-политического руководства Украины, то могу сказать следующее. Первое. Мы исходим из того, что война уже идет. А второе, что она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта. Нами осуществляется стратегическое планирование. Девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены соответствующие мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны. К чему все эти воинственные заявления и действия? Неужели у официального Киева нет больше других проблем, кроме как обострять и без того взрывоопасную ситуацию в Донбассе? Но когда вы отвлекаетесь на большие политические дела, у вас не достает ресурсов, возможностей и в конце концов гибкости для решения внутриукраинских дел. Поэтому чувствуется определенный накал, определенная динамика во внутриукраинских делах. И, в общем-то, украинские клоуны, украинские пешки, которые мечтают выйти в Дамки, на Ферзя, они начинают демонстрировать свою активность. Катастрофа в хозяйственной сфере. Катастрофа во внутренней политике. Зеленскому необходимо уже не просто спасать ситуацию, а спасаться самому. Отвлечь внимание населения от основных проблем, в очередной раз разогнав милитаристскую истерию. Ведь раньше же это не раз помогало. Вот только в стороне, как всегда, остался вопрос, что же делать населению Украины? Ведь до наступления уже по-настоящему зимних холодов осталось всего лишь несколько недель. А пламенными речами политиков квартиры не обогреешь.